Будь моя воля, я бы вообще туда не ездил. Этот ритуал Дмитрий позволяет себе два раза в год. Чаще, дорого и долго. Все мои родственники остались там. Очень долго их не вижу. Бабушка моя практически не встает. Поездка в Луганск как полет через Атлантику. А выберешь не тот маршрут, так и еще дольше. Мало пропускных пунктов. Это основной момент. Иногда приходится ездить через Россию, это ужасно неудобно. Все, поехали. Вот, собственно, и сам Майорск. Меня ждет прогулка к контрольно-пропускному пункту. Дмитрию повезло, у него нет машины, ему не придется стоять в автомобильной очереди. Она повезла, что он согласился снять свое непростое путешествие через пункт пропуска Майорск на мобильный телефон. В 6 утра этот пункт пропуска, как кадры из фильма «Катастрофы». В утреннем тумане беспорядочно припаркованы машины. В них законсервированные холодом люди. Некоторые сидят уже трое суток. Правила этой игры на выживание просты. Дашь слабину, покинешь очередь и домой не попадешь. Выбор всегда есть. Это нереально, холодно. Ночью очень холодно, чтобы здесь ночевать. И снаряды все-таки летают. Надо думать о жизни людей. Дети здесь, старики. Она прячет лицо, мол, частенько здесь и может наговорить лишнего. И потом вообще не пустят. Качество работы в военных, но оставляет желать лучшего. За вчерашний день они пропустили меньше 100 машин. При всем при этом последние машины были запущены в 15-20. А еще соседи по непризнанной республике проезда не дают. В так называемую ЛНР выстроилась половина очереди. В Луганской области автомобильный пункт пропуска не работает. Уже год обещают открыть. Не открывают. С той же стороны открыли, со стороны Украины в том году. А со стороны нашей не пропустили. Искали заминировано все. Мы готовы в любой момент открыть по решению штаба АТО. Вот он, пункт пропуска золотое. Единственный автомобильный в Луганской области. Навехонький, с иголочки. В течение трех недель построили. Тут вообще лес был, посадка вот эта, как видите. Ну, и дорога убита. Здесь все для людей и их машин. Три вагончика. На каждый вагончик с двух сторон подъезжают машины. Получается, шесть машин одновременно может оформляться. Плюс одна полоса. Резервная для гуманитарных грузов. А еще детские качели. Правда, возле минного поля. Золотой обещает когда-нибудь пропускать по пять тысяч человек и две тысячи машин в сутки. Никогда. Почему? Кому-то так надо. Жители Екатериновки и Золотого единственные, кому сейчас разрешают ехать по этой дороге. Их поселки раскинулись между пунктом пропуска и неподконтрольной территорией. Так что все равно далеко не уедут. Хотя и хочется. Там же есть и родственники нас отделили от этого. Из-за этого есть желание. У меня там близкие, родные. Из-за этого я уже полтора года. Ну, я езжу только через Майорск. Там нет 240 километров. Хотя здесь вот 15 километров. Вот приблизительно так выглядит дорога из Украины в так называемую Донецкую Народную Республику. Сзади, как вы видите, стоят машины. Эти машины предназначены для того, чтобы перевозить во все стороны тех, кто перешел к границу. КПП Майорск безжизненным уж точно не назовешь. К моменту открытия пункта пропуска людей все больше. Главный вопрос – когда это самое открытие? Часы перевели. Вот здесь у нас сема, там уже выше. Трое суток на холоде в битве за место в очереди. Зато кофе дают. Кто-то предприимчивый организовал на территории КП Майорск свой бизнес. Ну, тяжело вообще, конечно, так перелегаться. Да, кармарина. Да. Это ничего не надо, кстати, не делать. В бесконечных очередях люди теряют не только здоровье, но и человеческий облик. Так что для всех открытие еще одного пункта пропуска в Золотом без преувеличения на вес золота. Но почти год дорожный коридор пустует. Откуда ж не знаю, миленький? Ну, откуда ж мы знаем? Почему не пускают? 23 ноября пункт пропуска Золотое должен заработать. Это уже вопрос большой минской геополитики. Уже и дорогу с той стороны разминировали. Наблюдатели ОБСЕ теперь ездят транзитом. Верный признак того, что все готово. Ведь раньше миссия работала двумя группами на украинской и оккупированной территории. А потом отменивались информации. Основываясь вот на разговорах местных жителей, та сторона не готовится к открытию. Геополитики мешает торговля. Местные объясняют, на оккупированной территории просто боятся, что через новый коридор поедут украинские товары. Пусть немного, но чаще и более качественные. Эта версия кажется неправдоподобной, ведь о пропуске людей договариваются на самом высоком уровне. Но не даром говорят, просто бизнес, ничего личного. Вера закончилась. Понятие простить. Борис Иванов, Евгений Головин из Луганской области. Для Донбасс Реалий. Радио Свобода.